ну что тут у нас бетон забетонировался ходить можно нет следующий день как бы пальцем давится мягкий еще видите от ногтя в принципе аккуратно то встать то ничего походить то можно но он еще мягкий вот это все барахло отсюда бы убрать сюда но что-то не знаю тут еще мягкая и залить будет 5 так нам тоже чтоб сок уже черновуха все и дальше радоваться жизни ну сейчас чуть решим я думал тот блок стаскать сюда чтоб он там не мешал солнце грани но блин опасно здесь еще не высохла много его штуки не хватает там обрезки сюда сделаем сюда и надо три листа еще жена ворчит на меня то как и переоделась в рабочие вышла помогать я и магазин отправил пеха еще три листа купила полтинничка ну и пока арматуру частью подготовим подрежем посчитаем тетю на и и если охота как бы к я бегал ролик запускал сегодня же воскресенье друзья воскресенье в 16.00 по москве всегда ролик выходит основной жена что-то маленько подвязал все пофиг сыновья там уже замешивают бетон в прораб там на блоке скачетом короче помощник с одной стороны подкидали час этих трубочек опять трубочки используют на какие-то пластик железо нельзя кирпичи нельзя использовать потом объясню если хотите задавайте вопросы объясню когда время будет все погнали удачи так как это о чем мало почему на три раза делили а тут это на два раза у тебя всего сколько всего замесили там давай 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 цемент 6 все нормально между лопат больших зачем короче я написал тут пропорции все как замешивать 1 и 2 воды льем потом шесть щебня кидаем чтоб лучше когда вода со щебнем цемент лучше разбиваться если в воду цемент бросить сразу он комкуется плохо мешаться потом он не перемешаться соответственно всегда в воду в первую очередь нужно порцию щебе щебня закинуть небольшую хотя бы вот шесть щебня бахнули 6 цемента у нас идет 15 это песок от сев у нас но от сев от песок у нас нет песка еще добавляем потом 11 щебня и того получается 6 цемент 15 песок 17 щебень вот так все сейчас расправим все разы раз этот все так давайте берем вот так сегодня вход в дом будет у нас закрыт короче лайкусики ставьте друзья самое главное лайкусики а то ничего снимать не буду кроме штанов это барригады сделал что тут коты да кошки не лезли коты и кошки самогона и наш песик все так вот бахнули залили у нас опять же все говорю плюс минус я делаю на глаз на глаз по уровню никаких маяков ничего не надо это не принципиально пока делаю метки вдоль стен и примерно приблизительно по меткам уровнем когда уровнем правилам когда вытягиваешь большие как бы перепады все сглаживаться бабушка у нас в огороде что-то прибираться вроде лазит сыра еще нет прибралась маленькой смотрите все скоро красота будет тут красота будет прибор очка а здесь будет у нас бассейн минус том что тут неудобно блин тут примерно часов до четырех солнышко все час уже угол тень пошла видите и после четырех где-то до пол четвертого она в тени и летом приходишь вроде жара на улице и бассейн в тени уже вечером как бы сеговенько хода на солнышке а там все там огород там получать его никого не здесь или как уже рыжу на заживлен кокрового покрытия в огороде сидя вам покажу этот теплицу то же обещал тепличка ты не ходи сюда тепличка снегу только позавчера сошел образно говоря жара как теплицы все вот бабушка у нас насадила этих зелени первая зелень что можно было кушать на улице короче еще апрель месяц у нас уже видите это зашла я не знаю что то петрушку садила и редиску садила вот рядочками редиска петрушка как короче огородными делами заниматься рано сюда потом земля навозится посадим помидоры которые на окне еще у нас рассада растет а это зеленуха она как раз поспеет поспеет мы ее всю по выдергаем подъедим первые витамины натуральные наши и потом посадим этот сюда помидорочки помидорочки бочка стоит раньше сжигали весь мусор в бочке дедовский метод этот мусор сжечь по идее но увы сейчас запрещено штраф большой сжечь нельзя можно короче бочку эту кому-нибудь подарить она уже гнила там отверстие маленькое делал снизу набиваешь его всякой чепухой подсохшей и снизу раз поджигаешь получаться тяга и все горит прикольно а сейчас ничего прикольного сыра здесь между соседом забор тут не достроен это делал делал насколько сил денег хватило и эмоций доделал и дальше бросил а ему получаться ничего с той стороны у нас сидя и коля сосед сделал все заборы вдоль с этой стороны я уже наполовину сделал чуть-чуть осталось с торца вообще хрен за там никто ничего нет а между нами который сосед ему вообще ничего не надо он радуется жизни у него ведь заборов никаких нет ни слева ни справа ему это нравится видимо печель я делал варил занимался охота еще сделать навесик такой потому что бывает солнышко жарко сильно сидеть дождик сыра вот и какой-то бы сделать типа артику и карбонат мутный темный сделать или чуть там железо чтоб маленько все равно защитить от сырости то а так в принципе ничего в принципе ничего получилось удобно нормально надо в этом году еще раз покрыть морилочкой учета порядка наверно обошлась это не наверно тысячи четыре три четыре наверно трубы доски были это железка была ай цепочки купил с почки на помощней на разве что мне эти не нравится хотя у них нагрузка сто сто двадцать килограмм что ли на разрыв то есть четыре цепочки это почти полтонны выдерживают лучше потолще наверно сделать работаешь работаешь но все ты чувствуешь что сегодня блин ну работа не идет и никак ничего сделай выходной отдохни отдыхай чувствую организм светлые огни требуют отдохнуть отдыхай если организм требует выпить если организм требует секса иди работать сейчас через террасу заходим это второй вход у нас там раз залили бетоном то все ребята сейчас посюда по кругу все там ходить нельзя не можно но только провалиться нет то ролик вышел вон ролик слышал смотрю собственный ролик смотрю вышел как чё там то лайки ставит наблюдая кто комментарии пишет красавчик кто лентяй купил Feather хуйкуи hit ухкой то есть вы повело 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 часто ой-ой-ой вот секреты по мясу самое главное когда делаете мясо первые несколько секунд его нужно часто ворочать видите побелела поселила это белок сворачивается и называется закупориваем мясо то есть поры в мясе нужно закупорить не надо на одну сторону ложить и жарить там сразу полчаса я прикрываю то угли жаркие воспламеняются чтоб не было кислорода не надо все на одной стороне 30 секунд минутку на другой на ребро можно посадить к нужна задача чтоб мясо со всех сторон жаром обдала и белок свернулся верхних частях кусочков мяса как бы образовалась такая пленочка соответственно сок остается весь внутри мяса и она потом запекается остается сочным если составить на одной стороне жарить сразу свежак положить старая некоторые делают ошибку из положили на ту сторону и начинают жарить там ждать когда там вверх и бока остаются открытые всю влагу выдавлят из нее он сухой становится поэтому изначально нужно чаще переворачивать 3 3 3 3 покрутили а потом уже закупорили когда можно уже там извращаться кто как может по поводу специи любые специи что хотите единственное что бы еще посоветовал этот закупоривать мясо еще специи любые потом или яйцо туда или масло растительное перед подачи по жаре перед тем как жарить она обволакивает мясо и создает вот эту пленочку и мясо сочное будет растительное масло или яйцо ну два яйца печатать удобно с этой штучкой угли остаются потом когда пожарил закрыл отверстие закрыл кислорода нет угли затухают и остаются до следующего раза следующий раз хоп растапливаешь их и они повторно пошли то есть они в открытом мангале они решают до талого и остаются там потом пепел приходится выкидать а здесь они сохраняются не все истлевают это удобно плюс с дождем удобно дождь пошел хлоп закрыл и на террасу на буду тебе все фоне мони короче шикардос шикардос ничего лучше нету шашлыка начале лета не чутку извращаться над организмом хлоп 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 еще такой запах жрать хочу как не всегда стаканчик пожалуйста примите распишитесь и отдал молодец очутят двойка стоит сразу ну разверни вон на книжке двойка большая с другой стороны с лицевой вот двойка то чуть и двойку поставлю что ли а почему двойка сколько жарить там уже буксурой еще теперь делать в духовку сковородку в коротко чем дальше тему лучше оценки получается все понял самое главное так вот мы делаем любим короче у нас с уксусом водичку делаем и лук маринуем там и вот кисленький лук с шашлычком вообще огонь советую именно в уксусе вода уксусу дорочный перец далее надо буря а соль сахар уксус и лучок вот пока мясо жарится он маринуется по берешь его в щепотку себе в тарелочку с миском ой аганес все захарята за стол все садятся почему говорят захарята канал потому что фамилия у нас такая семья большая дружная большая дружность я захарята из этого названия канала пошло захарята так как мы все своими руками делаем захарята своими руками расшифровал расшифровал приятного аппетита на рынке вот берем еще лепешки вот такие узбекские таджикские какие по национальности я не знаю ну прикольно с мясом классно да прикольно 40 рублей стоит она 50 50 уже были 20 30 40 сейчас 50 рублей а такая лепешка мы тоже подогреваем горяченькая она и с шерстычком крутяк вместо хлеба добра прекрасная утром солнышко с утра уже офигеть да собака глаза то ходит крой разбудить разбудили игре поднять подняли они разбудили ходит закрытыми глазами все сына сына бетон не застыл тут еще он ведь я чего нагородил вчера же но это же для виду для глаз для успокоения души а с утра просыпаемся бабам как я и говорил как они любят этот бетона тут наляпали здесь наляпал может даже наш код хотя на жата фото скажет мне кажется она ничего не скажу зиму не ездили на ней ездили на своих машинах и там аккумулятор скорее всего должен по всем правилам конечно даже панель не горит кого я тут пришел попробовать все короче отра опробовались аккумулятор сена на зарядку по страсти расти пашка видите этот на олимпийские игры готовится спортик я как чухан поехал оделся в рабочем а он на спорт на спорте где такой футболки а будешь на улице улице не замороза прихватила все блин так то по виду то у нас вообще лето летняя красота и сразу знаете желание первое на рыбалку ехать но ты видел то будто и скидывал я про это и говорю но у нас нас 15 апреля что ли написано 25 25 по 15 июня но 25 короче табу даже раньше хоть разрешалось рыбалить на удочку на донную снасть там с право не дугом с одним крючком а в этом году аж прям жестко вообще нельзя и штраф это прям такие интересные от 300 до миллиона или пять лет лет и свободы даже а потом кто-то там нашел скинул и бояков якобы у них какая-то там опечатка ли что-то короче они там пересмотрят что так жестко то у них получилось якобы распечатают хотя бы но еще не точно но и у нас какая ребята школа это одно из первых старых зданий из него сделали школу тут было раньше в военные годы больница госпиталь даже заходишь до сих пор в зале в спортзале где сейчас там существующие есть пахнет медикаментами до пропахал там на тот момент когда я еще играл в баскетбол по школе приходишь туда в зале даже медикаментами поход сейчас говорят и пара не хочу размещали вот так вот тот потемнел по нему ходить уже нельзя ну как говорят лед потемнел утонул сейчас поднемнел через какое-то время влаги набирает потом побелеет сплывет и как папа верит сахар настает все он вообще опасный самый взлет все сана на психе прибрался маленько вся вся фигня фоне мони навел у меня бы еще кто-нибудь фоне мони навел то и снег еще лежит у нас вы говорите грибы грибы какие грибы на лыжах можно съездить короче промах то смотрите вот это торцевая планка короче ветровая а из-под нее доска торчит 100 а торчать не должна мы заказали привезли санаги смонтировал даже и не понял а потом уже опомнились вот что-то как-то закрыть на часы но так знатно бы хотя бы красиво его выпустить все кто-то у нас мы даже не я даже не заморачиваться с этими щелями дум перекроют и все лучше на 150 доску сделал шириной тоже красиво смотрелось и ровно край но коньячик коньячик тоже сделал все саня чик сделал коньячик уголок туда сделать на доску короче поехали этот почти уже доехали до это до работы объекта вспомнили а воду ты забыли купить сана пошел за водой думал какой-то незамерзайку купил синяя показалось вот это как час колледж или как это называется технику или что здесь это я учился друзья рижской поле технику технику но я дом в колледж конь перри миновали вот мой родной поле технику политически что ли вот здесь я и проходил свою учебу а здесь у нас будет новая больница видите заборчиком огородили куда больницы буду строить говорят красота тра-та-та в общем друзья коротко о главном снимать толком ничего не будем просто покажем чем задача отремонтировать крышу крыша бежит тут несколько местах приблизительно мы представляем всю печаль всю печаль сейчас сделан демонтаж вот этого листа наверно потому что в этом месте провалено видно было сильно провалилась сейчас демонтируем этот лист один посмотрим что там вообще находится сделан вердикт решения какие наши дальнейшие действия ну и будем что-то планировать делать ошибка первая снегозадержатели на обычных саморезах ошибка 2 они неправильно прикручены обычный саморез кровельный должен быть глухать прикручится сюда и снегозадержатель ставится так что должны быть резинки резинах нет ни одной должны быть резинки по снегозадержатель глухари крутится сюда и вот в эту часть волны ну что обрешетка должна здесь идти и здесь здесь вверх волны получаться прикучено это неправильно скрываем крышу смотрим что там у нас печаль крыша утеплено с утеплением сделано там к это мембрана но она уже неправильно это старца посмотрел то что это с обзолом это ладно понятно там видите утепление сделано не проклеена это что за мембрана у нас получается это это ветрозащита вообще не этот нет мембраны порваны вот смотрите во всех местах ну не во всех местах вот дыра но это при монтаже видно что порвано было на что и не не эти поели бывают осы едят выедают но она там круглый такой круг и да тут видно что порвано сразу раз вместо два места мембрана порвано ничего не заклеено здесь все тут тоже что-то порвано чего блин это не это не правильно мембрана походу самое главное эту контррейки друзья вот про что я всегда говорю проблема вот видите у нас мембрана натянута вот утеплитель сразу и доска лежит плотно мембране где-то если потекание вода бежит она упирается в обрешетку в обрешетку упирается и что дальше воде куда она лужица стоит здесь лужица стоит ну и потом в эти отверстия всякие находит уходит там он перехлёст неправильный какой-то вот перехлёст не проклеен лужица будет стоять может в обратку в перехлёст и убежать короче нюансов дофига крыша делась я так понимаю лет десять назад вот по поводу любителей орать обзола вот обзол видите ничего с ним не бывает и хуй там всего обзол не убрали все печально ну и что они убрали обзол вот видите десять лет крыши дерево чистенько беленькая с этой стороны потому что тут было как бы сухо там с той стороны скорее всего черного что там влага была обзол ничего тут нету потому что когда сухо на крыше то не караиды ничего его не едят если бы он лежал день в лесу в пачке в траве там бы его поели а здесь ничего плюс высокий температуры летом под железом здесь нагреваться никто не живет все нету контррейки это печаль неправильно собраны обрешетка неправильно собрана видите вот это обрешетка правильно вот сюда каморез крепится вниз волны самое нижнее место у металла черепицы вот сюда пришли крепится саморез в обрешетку попадет следующая обрешетка стоит вот сюда это уже середина волны это неправильно ну что здесь уже подъем идет сюда если прикрепим изгибает лист и он не плотно прижимается здесь а потом дает просадку и утечку также здесь здесь вообще вверх волны попадается обрешетина то есть размер обрешеток неправильно сделал это печально и мы поэтому и видим что у нас саморезы видите где вверх волны закручен где середину вот они болтаются потому что они не могли их притянуть болтаются резин вот саморез начал болтаться с резинка ослабо побежала здесь что болтается саморез болтается резинка ослабо побежала где показать вниз то есть хоть один саморез все в середину вкручено середину 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 вот вниз вот все прижато вот он жестко середине этот тут ослаб потому что подъем волны идет он не может здесь прожать он на первый взгляд кажется прожал со временем она ослабевает начать болтаться побежал все вот эти все ошибки а их много когда хоть и не такие мелкие приводят к чем последствия эти с зазором должны мембраны дешевая стелиться то есть между утеплителем вот между тем утеплителем и мембраны вот такой дешевой должен быть еще свой зазор сантиметров сантиметр 4 потом контррейка для чего вен зазор чтобы когда пары выходят у нас на утеплитель образуется сверху пар какой-то если к погрешности были в пароизоляции внутри помещений то здесь это не конденсируется во внутреннем на внутренней постранстве и пленки этой и она должна проветриваться там вот так вот пленку стилают пленку я называю опять же своими словами мембрану только супер диффузионную это только там 12 вида их когда можно устилать вот на утеплитель именно на кровли которого пропускает сквозь себя пары при определенной при определенном наборе влажности там короче она стоит денег там этот от 7000 рулончик это неправильно тоже ходу пьесы буду показывать ошибки но не для того чтобы допустим застремить других мастеров которые собирали эту когда-то крышу или что-то мне не интересно чужая работа хает чужую работу меня нет такого вообще как бы в практике делать будут только для того чтобы вы не совершили таких же ошибок просто иногда у него позапарки люди делают так и получаются ошибки и они без контррейки контррейки нету видите лаги сразу мембрана натянута какая-то неправильно мы уже выявили и сразу обрешетка сделано так вот если уж так сделано то вот они под мембраной почему-то валяются вот стандартные саморезы 28 или 27 я не помню длину они крутятся в обрешетку когда вы вкручиваете через железо в обрешетку он в теле остается практически и насквозь не проходит это в дюймовку крутится или же совсем чуть-чуть тут же мы видим накручены вот на такие саморезы на такие то есть на пятидесятые половина саморезов на 50 о чем это говорит о том что он прошел насквозь обрешетку и проткнул мембрану вот эту мембрану она вся истыкана и смысл от нее сводится на ноль сделали ошибку на этапе разметки обрешетки и потом крутили саморезы на обум что куда лишь бы попадет и большая часть вообще не попадает никуда вот если мы видим насквозь отверстие смотрим выкрутил саморез там обрешетки нет просто в пустоту вы вот два самореза было только что выкрутим оба в пустоту пусто пусто нет обрешетки то есть попытались сюда не попали попытались я не попали вот здесь три самореза получается это болтается пальцем выкручивается в пустоте вот этот вот сюда попали куда-то и рядом все закрутили здесь у вас обрешетку должна быть вот здесь вот здесь вот здесь под эту черепицу через 350 миллиметров по центрам 350 ну 1 обрешете на там 270 280 260 даже можно первого старта потому что свет свистает это уже отдельное видео а эти потом через 350 тогда у вас будет все попадать сюда сюда саморез будете не глядя крутить он будет в обрешетку а это крутили вверх волны что эта часть как бы подъем идет она в воздухе сюда нельзя крутить потому что это в воздухе вам не прижать никогда вот так вот мембрану оставили это тоже неправильно мембрана в любом случае заводится на край карниза здесь капельник вот капельник стоит она заводится сюда на капельник чтоб с капельника уходила в желоб или же это идет как первый капельник то есть желоб выше все равно заводится на капельник и она скатываться с крыши здесь вот так вот мембрана оставлена получается когда у нас конденсат или когда протечкой крыши будет влага уходить она будет здесь стекать снизу будет потом подшива и будет все на подшиву лица и сквозь подшиву представляете будет все это лица это так тоже неправильно так нельзя делать порванные так вот мембрана местами уложена это критическая ошибка недопустимая дальше неправильная мембрана а это у нас ветрозащита простая ветрозащита тонкая видите это не пара изоляция не гидроника это ветрозащита она не держит слой водоупорной воды слой воды она не держит поэтому тоже критическая ошибка неправильная мембрана здесь дальше контррейки нету некоторых случаях без контррейки на крутых крышах как бы вроде бы не критическая ошибка но здесь является тоже критической ошибки видите утеплитель выпирает упирается в обрешетку здесь также утеплитель выпирает в обрешетку упираться и когда у нас влага будет падать сюда скатываться упираться в обрешетку здесь будет лужица лужица будет а эта мембрана не держит слой воды она будет пропускать то есть на вертикальной на какой-то поверхности если это будет ветрозащита стен может быть на отскок она влагу кутугу держать или по ней капельки быстро скататься но в горизонтальном положении это не работает дальше критическая ошибка то что длинные саморезы все везде истыкано насквозь от саморезов тут тут везде в общем саморезы использовались сороковые какие-то решетка 25 то есть тут даже знание не надо понимать можно что когда вы будете крутить это будет насквозь сквозь мембрану всю мембрану и стыкали ну и дальше еще одна критическая ошибка которую мы еще в том году заметили подозревали стыке обрешетки делаются только на стропилах в воздухе конце обрешетки висеть не должны но отверстия здесь это понятно а здесь целый ряд обрешетин которые висят мимо стропили не раз два три то четверто тоже мимо висит и весь ряд идет короче он весь вот так вот я так понимаю что в этом месте вся крыша провалилась снегу навалила все продавилась все вытянуло железо железо из коробила изогнула все здесь провалилась крыша стыки расходятся может порваться мембрана короче это тоже недопустимо с любой стык должен происходить на обрешетине то есть режется и в перехлёстном направлении делаться в шахман порядке если вот этот у нас обрешетина стыкуется здесь то следующий стык стыкуют агент на другой обрешетине там через одну или как в разбег один здесь другой там следующий опять здесь может быть и вот так вот разбег все стыки стыкуются на разных стопила даже на одной стропили не стыки не допускаются что были тут просто провалилась в этом месте крюк стоял водосточки его задрала водосточка криво встала ладно часто ведем все вот это заказчиков принимаем решение какое что делать дальше принимаем решение будем двигаться